А что мы такое делаем? А все прекрасно все понимают, да? А кто не понимает, сейчас мы поясним. В связи с межгалактической аварией, да, которая случилась в Архангельске, блядь, по отоплению. Вот я и объясняю, почему, блядь, ненавижу нахуй, блядь, тепловиков. То есть все работает нормально, у них что-то въебало, а они... Мы все сделали, запустили, но воздух, блядь, из своих этих тысячников они не удаляют. И весь этот воздух идет к конечным потребителям, то есть на дома. Что получается? Ты летом ебашил, правильно? И зимой должен, в принципе, лежать на диване. Но у них, блядь, постоянно что-то ломается, что-то рвет, блядь. Вот, они помимо того, что, блядь, пару ведер песка, бля, в трубу ебашат, а потом заваривают. Еще и воздух хуярят. И весь этот воздух уходит в дома. Вот и все. Уходят в дома, соответственно, воздушат батареи, и они не греют. Вот так вот и работаем. Сейчас еще за жизнь попиздим. Ситуацию одну расскажу про себя. И тогда у людей, которые пишут, да ты там аккуратнее в высказываниях и все остальное. Будет какое-то понимание. А дело в том, что вы просто поймете, где мы живем. Да? И что у нас вообще происходит. Тема интересная. Смотри. Привет диванным экспертам. Или вот той категории граждан, знаете, слесарей. Вот там Серега, ты мне коммент написал. Потом кто-то написал, что глупого, там нижняя разводка. Все парни ебанулись, блядь, всю жизнь в ЖКХ, блядь. Только давай договоримся. Давай договоримся об одном. Вот сейчас я отвечу, да? И в комментах, блядь, не надо писать. А, а так я недопонял, а я не знал. Договорились? Вот если ты недопонял, твои проблемы. Вы что, ебнутые, что ли? Он будет все, страна посмотрит. Нижняя разлива, подача, обратка, блядь. Здесь идут батареи, здесь идут батареи. Сводятся, нахуй, блядь, на пятом этаже. Ну-ка научи меня, как там воздух травить, блядь. Может подвалом, блядь. Какого хуя? Как она у тебя из батареи выйдет, блядь? Ну-ка расскажи. А в том видосе, который вы все посмотрели. Отключение, блядь, межгалактическое было, блядь. ТГКшники, блядь, все проебали, нахуй. И этим самым я проверил, блядь. Не запустили ли воздух в дом. Вот и все. Потому что этот дом концевой. И эта хата, в которой я был, она концевая. И пузырь, блядь, ну ёб твою мать. Что мы, первый день, что работаем? Бабка говорит, не греет. Где-то что-то уже начинало теплиться. Я посмотрел, она ледяная, ёбаный рот. Вы что, реально подумали, что я у нее что-то там, блядь, до кипятка прогонять собрался? Я для себя уяснил, блядь. Завоздушило ли дом или нет? Повторяю. А сейчас начнется. Блядь, а я-то не знал. Короче, все пацаны, которые шарят, блядь, которые работают, блядь, в этой ёбаной сантехнике. Подача, розлив, обратка. Идет по одной батарее, по другой батарее. Логично? Логично. Сводится все на пятом этаже. На батареях на пятом этаже, или вот на чердаке, вот сейчас начало видео было, да? Эти ёбаные маевские, блядь. Но. Как ты там, блядь, воздух травишь? Как? Ну как, подвалом? Базара нет, если доебаться до этой квартиры. Но я уже объяснил за эту квартиру. Я объяснил за эту квартиру. А на этом блядском доме, если что, знаешь, по кухне поднимается, труба вверх уходит, да? И с полотенцем с сушителем завязано. Блядь. Полотенцем с сушителем, не батарея, пришел в подвал, перекрыл, нахуй. Полотенце, как обычно, батарея на подаче, а полотенце на обратке. Перекрыл обратку, да открыл спускник. Понятно, что у тебя воздух прогонится, блядь. А из этих блядских батарей, блядь, ничего не прогонится. К тому же, к тому же. Там на видео, на том, видно, блядь, что батарея с перемычкой. Видел? Ну? Ну, какие проблемы-то? То есть могло идти по перемычке, правильно? А воздух подбить в батарее. Могло? Да нехуй делать. Я, ребята, не знаю, с каких югов там или откуда вы пишете. У нас отопительный сезон еще не закончился. И какой нахуй я там воздух травил? Вы че, бля, хуйню-то мелите, блядь? Вы специально, что ли, бля, повыбешиваете или че, бля? Все такие умные, не въебаться, что ли, нахуй. А? Я просто в ахуе, блядь. Вы, блядь, поучите еще, нахуй. Или мне, может, блядь, лахусь. Я, блядь, наработался и насмотрелся вот столько. Вот столько, блядь. И за людей, и за все остальное. А как ты думаешь, блядь? Когда, вот знаешь, вот за людское теперь, да, подходит, вот с такими щенящими глазками. Димка, блядь, отец родной, выручай, мне там надо это, надо. Я говорю, без базара, иди, конечно, иди. У меня все ходили в отпуска, когда хотели, т.д. т.п. Опускал, прикрывал с сохранением зарплаты, со всего, ёпты. По месяцу нахуй людей не было, блядь. Решали свои дела, кто дом строил, кто что, туда-сюда. Как ты думаешь, после того, как они все это доделали, кто-то дом достроил, кто-то что-то поделал, кто-то с семьей куда-то проебался, еще что-то. Ты думаешь, я ждал от них какой-то обратки? Вот ты, когда человеку хорошее делаешь, ты ждешь что-то от него, да? Я уже давным-давно ни от кого ничего не жду. Я просто делаю, как делаю. Ты идешь им навстречу, потому что я уже заебался смотреть на то, как люди, блядь, из-за своего шкурного интереса, блядь, в жопу готовы дать. Когда им надо, они со щенящими глазками. А потом все это забывается. Это как тёлки, ёпты. Вот и все. Так я давным-давно уже, ну надо тебе, ну делай, ну надо прикрыть, ну прикрою. Ну а эти проебаться на две недели с сохранением зарплаты. Да я все прекрасно понимаю, пиздой. Но у меня есть понимание, что ни один из них для меня такого никогда бы не сделал. И они ошибочно считают меня лохом. Но они думают, что они на мне ездят. Ну я человек такой. Просто я верю в людей. Верю в людей. Так, теперь переходим к другому. Следующий. Илюша, блядь, прикрывай хайлоблили. Илюха, он, блядь, который сказал, что якутские ножи говно. Да, Илюха? Да не было просто пацаны никаких, блядь, этих якутских ножей. Что-то о чем свидетельствуют и раскопки, и ТДТП, блядь. И Илюха, он ни у дедов, ни у кого не видел вот этого хуэты, блядь. Так, ну что, сейчас будет тема интересная. Нам надо еще на один дом съездить, блядь. Короче, что происходит-то, блядь? Тепловики запустили, повторюсь, да? Надо заменить кусок, да? Перекрылись, перекрылись. Кусок уварили, правильно? Ну там воды нет, там, соответственно, патрон, блядь, из воздуха. Что думаете, они его удаляют? Да нет, конечно, нахуй. Первый пошел, второй пошел, нахуй. И все, и все это оседает на концевых домах, ёпты. Идет транзит, все, он к конечному дому. Вот, где вот вчера у бабки был, это был конечный дом. Ну вот. Но самое интересное, он был конечный. Я не знаю, куда там делся пузырь. Вот сегодня заявки пошли с этого дома, да? По чердаку четыре стояка было завоздушено. Ну, то есть, раз-два, раз-два, раз-два. Ну, восемь и того, короче. Ну, ладно, здесь такая же система. То есть, как на том доме, вот, где-то вы, вот, про бабку, блядь, умничать, нахуй. Сука, не беси, нахуй. Тут тоже подача-обратка по подвалу, нахуй. Короче, называется Нижний Розов. Вот. Ну и... А вот сюда пришел пузырь. Сюда пришел пузырь, потому что утечек по подвалу нет, все, заебись. Да. Так что вот так. Короче, гоним дальше. Смотрите. И сегодня тему интересного по всем, блядь, пообщаемся, блядь. За чиновников Архангельска, за всю эту хуйню, да, вот многие пишут. А что ты это, как его там высказываешь, так резко, там не резко. Ребят, я ничего резкого нет. От слова совсем, блядь, ничего. И это же не просто так, да, а основываясь на свой опыт, как с тобой поступили. Просто все любят по закону, да, по закону. Будь то тут ЖКХ, еще где-то, да, вот это. А по закону вот так, а по закону вот так. Я понимаю, что такое закон. Это то, что за коном. Ну, для всех, для нас. У них-то совершенно другая тема. Так вот, любая ситуация, да, я не говорю пока досконально, что-то, ну, не изучу. Я уже озвучивал, это о том, как чиновники кидают меня на протяжении уже 14-15 лет. И вот все по полочкам разложу. От и до. И там даже будут такие моменты, когда вот просто к стенке прижимаешь, да, но все равно авоз и ныне там. И точно так же, как с людьми, когда ты делаешь что-то хорошее, я вообще никогда не жду. Потому что люди, они скоты в большом, ну, в большом своем, вот это, бля, в массе, бля. Вот, и я просто поделюсь, да, откуда у меня берется вот это наблюдение, видение, понимание вот этой ситуации, да, что происходит. Конечно, там, ну, никто не виноват. Это люди на местах. Так вот, если коснуться людей на местах, сейчас вот про все, про это продолжу. Не исключено, что это будет в слесарке. Блядь, да, в слесарке далеко, мысль потеряю. Но, наоборот, надо ехать, поэтому... Далее видео будет с пояснениями, со всеми, да. Вся документация на это даже есть. Про общение с чиновниками. В этом вопросе даже помогло очень ЖКХ. Поэтому, кому интересно, смотрите, какие круги ада я прошел, расскажу, да. И вот, вот с этой ситуацией, которая была со мной, я за себя рассказываю. Вот и получается, вот это, напрашиваются такие выводы и про страну, и про страну, да, и про людей, которые им подчиняются, да, вот на местах. Ну, типа, страна большая, за всем не углядишь. И как эти законы исполняются для тех или иных, да. Но, опять же, мы все понимаем, где живем, и, в принципе, та ситуация, которая происходит, вот, ну, конкретно со мной, она нормальна, она нормальна для нашей страны. Но для тех людей, которые топят за все, за это, да, опять же, вот, из того ролика, как вот Андрюх Юданф, не имея ни хуя, да, у него все заебись. А вот, чтобы вот такие люди, про которых я говорил в том ролике, да, они поставили себя на мое место. Просто в их болоте ни хуя не происходит движухи. А у меня какая-то движуха есть, и я что-то для этого делал. Так вот, пусть они представят, что в ихнем спокойном болоте начался какой-то движ. И что из этого в итоге получилось. И пусть каждый вот эту ситуацию, о которой я расскажу, примерит на себе. И тогда уже можно будет самому и каждому из них задать вопрос. Ну, так что, все ли заебись? Как настроение? Ну, и вообще, какое видение? А поменялось ли у тебя что-то или нет? Опять же, к слесарям, которые со щенячьими глазками. Даже когда люди, прослушая вот эту историю, а так как большинство людей это скоты, они только лишь позлорадствуют. И это тоже нормально. Но в данном видеоролике и в данной вот истории я рассказываю за свое понимание. Быть может быть, кому-то это будет близко. Второе. Я ничего от этого не жду. Я понимаю, что для этой страны это норма. А третье. Вот эта категория, которая нихуя ничего никогда не имела, да? Представьте себя, что это история с вами. И у вас что-то есть. Вам что-то должны. И, естественно, позлорадствуйте. Потому что, по большому счету, ну, не допизды. Итак, мы ее в слесарку, я приколю вам историю. В очередной раз она где-то уже в роликах промелькала. Ну, постараюсь досконально изложить. Потому что на основании ее и то, что было со мной, я имею полное право делать такие выводы. Кто-то не согласен, кто-то недопонимает. Но давайте это будет раздельно на части с примерами, да? И будем вместе делать выводы. Я не буду делать выводы. Я буду задавать вопрос вам. А ответы будете писать уже вы. Итак, едем в слесарку. Итак, мы приехали в слесарку. Пивнули кофейка, похавали. Кстати, вот хочу такая небольшая, это. Вот такие. Бля, ребята, обалденные штуки. Их хаваешь-хаваешь, остановиться не можешь. Ну, и так. Что-то подумал. Давайте так. Вот прошли выборы, да? У многих людей были какие-то свои вот эти житейские проблемы, да? Кому-то на что-то не хватало, да? У кого-то в подвешенном состоянии какой-либо вопрос, который зависит от тех же самых чиновников, да? И вот прошли выборы президента Российской Федерации, да? И вот каждый из вас, вот вы подумайте, а что это вам принесет, да? Сейчас вот будет видеоролик. Расскажу определенную ситуацию. Я про нее уже говорил. Но тут много чего еще хочется добавить к ней. Расскажу сначала. А в итоге, да, вот в итоге, я сделаю для себя, для себя вывод, да? А что мне вот в дальнейшем принесут, и это так и будет, вот эти выборы, да? Вот есть результат, да, выборов. И вот, что ждет меня в дальнейшие, вот эти шесть лет? Благодаря тем же самым, быть может, чиновникам на местах, да? Вот все вот это. А интересно будет, вот вы послушайте. Я куру схожу, чтобы, ну, не курить на камеру. Ну и мы начнем. Итак, про ЖКХ немного поговорили, что-то засняли. Наши подвиги, работу. Ничего не записывал, да? Вот передо мной нету этого текста, да? Вот этих вопросов, которые надо поднять. Рассказываю так. Рассказываю по порядку. Я не помню год, честно говоря, потому что, ну, понятно, что я на все это давным-давно уже забил. Итак, какая же ситуация со мной произошла? В 2001 году дом-барак, в котором я был прописан, сошел со свай. И по сей день он держится только за счет печей. Есть видео, где потолки опустились, знаете, на задвижки печные, да? Где вот плинтус шел у печи, да? И вот все вот это провалилось. То есть он полностью сел на грунт. Был составлен акт шведомственной комиссии, в котором расписались все те люди из мэрии, да? Которые на тот момент занимали там определенные должности. Этот акт от 2001 года, в котором написано, что дом износового более, ну, 90% и требуется расселить людей. На основании этого документа, вот просто вот вникайте, что говорю, суд вынес решение. В то время еще формулировки у суда были такие. То есть предоставить в ней очередное жилье. Я был молодой, ну, распиздяй как бы. И на тот момент, наверное, я еще верил в этой системе. Когда суд закончился, судья и представитель мэрии попросили меня задержаться. И вдвоем они мне сказали, пояснили. То, что от меня теперь ничего не зависит. Не надо никуда ходить, не надо ничего писать. Родные депутаты-чиновники и представители мэрии сделают все это за вас. Моей ошибкой было то, что я этому доверился. Я поинтересовался, какой я был в очереди. Я входил в первую сотню. Ну, даже в первые 60, наверное. Мне они сказали. Это стандартная практика. Через три года вы приходите и получаете квартиру. По истечении трех лет я пришел. Забегая вперед, скажу, что я уже ни на чего не рассчитываю. Я понимаю, где я живу. И все вытекающе. Так вот, дальше начнется самое все интересное. Обращался в мэрию. Там сейчас эти люди уже, конечно, не работают. То есть, велась переписка. А как ведется переписка? То есть, вы должны все пройти все круги ада. Вы не можете обратиться сразу напрямую, допустим, там, к главе. Ну, вот кто там распределяет это жилье, да, и решит какой-либо вопрос. Ты идешь к присталам. Это первая инстанция, где начинается изнасилование души человека. Потому что все выстроено именно таким образом, чтобы ебать тебе твою душу. Постоянно. Я Еще обратил внимание на такую тему. И вот с того момента я начал немного там разбираться, да, Что-то, искать какую-то информацию. Когда я подавал в суд, да, Я, как обычно, как простой человек, да, Который застал СССР и все остальное, 90-е, Я приехал в Сбербанк. И сказал, мне необходимо оплатить госпошлину в суд. На что мне сказали. А так как у меня экономическое образование, да, Я соображал там в этих расчетных счетах, т.д. и т.п. И они мне говорят, реквизиты, пожалуйста. Я ошалел. Я говорю, вы что, в своем уме какие реквизиты? Я в суд, это государственное учреждение. Молодой человек, не спорьте, съездите, возьмите. Я тогда был, ну, очень сильно удивлен. Приехал в суд. На проходной сидят эти приставы или кто там они. И куча бумаг вот этих, да, вот на оплату госпошлину, там, т.д. и т.п. Я беру ее, да, и смотрю, что счет есть государственный, да, есть коммерческий. Я вот сейчас не помню, я уже в этой слесарке, вот в этих, блядь, говняных стояках погряз. Ну, допустим, 0,1 это государственный, да, расчетный счет. То есть государственная организация. Это уже тогда было. А я смотрю, там 0,2. Я понимаю, ну, я, 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 я тогда вот стал копаться и разбираться во всем этом. А что, блядь, происходит-то? И смотрю, что суд, вот, ну, вот я пришел платить, да, мне говорят реквизиты. Что это государственная, контора-то? А нет. На реквизитах было указано, что это коммерческое. И вот тогда, ребята, я стал искать ответы на вопрос. Взяв реквизит и приехал в Сбербанк, мне пояснили то, что, блядь, они у них каждый квартал меняются, как оказалось. Итак, приставы. Пишу бумагу приставам. Первые пару лет я общался только с ним. Это были постоянные издевательства, ухмылки, хихиканье, ты еще в прокуратуру подай, т.д. и т.п. Естественно, бумагам давался ход, да, и мэрию города Архангельска штрафовали. В очередной раз придешь, и она выходит такая, радость-то какая, радость-то какая. Дмитрий, мы мэрию оштрафовали. Я говорю, здорово, на сколько? Там, на 200 с чем-то тысяч. Я говорю, здорово, вообще классно. А когда вы мне их переведете? Она такая, нет, вы что, вы что? Мы оштрафовали, а они поступили к нам на расчетный счет. То есть, вы понимаете, за каких дебилов, да, держат людей. То есть, мне не нужна эта квартира. Ты их каждый, блядь, квартал. Месяц, блядь. Штрафуй на 200 штук и мне на счет переводи. Вот это было бы правильно, да? Да. Ну, дальше. Дальше интереснее. Немножко отклонюсь. У меня знакомый работал в приставах. И он мне пояснил, что каждый рабочий день у них начинался с планерки. И руководство, да, говорило вот всем вот этим теткам, блядь, парням, которые сидят в этих кабинетах. Народ надо успокаивать. Это еще было в те годы. То есть, вы успокаиваете их, да? И они успокаивали, да? Они не выполняли свою работу прямую. То есть, не исполняется решение суда. Что должен сделать пристав? Пристав должен заблокировать счета мэрии. Снять с них эти деньги и отдать человеку, в пользу которого вынесено решение суда. Логично? Логично. У вас у всех блокируют карты. Да? Вот карты. Ну, там, задолженность карты. Ее сразу заблокируют. У меня то же самое происходит. Я вот прихожу к ним и говорю, а что за херня происходит? Они говорят, ну, вот мы посмотрели, там, суд там решил, там, вот мы сразу блокируем. Я говорю, вы неправильно работаете. В первую очередь, вы должны проверить. Хорошо, Веселков должен 6 тысяч рублей, к примеру. А давайте проверим. А может быть, государство что-то должно Веселков? Ух ты, не исполняется. Сейчас блокируем счета мэрии, снимаем бабло, вычитаем из этого бабла штраф, ну, к примеру, который у меня существует, да? И все это бабло отправляют мне. Если кто-то с этим не согласен, то вы напишите. Ну, это ведь логично. А все, что придумано, остальное, это херня. И мы просто вынуждены жить. А для чего придумано, я сейчас расскажу. Далее пошла вся вот эта хуйня. С прокуратурами, т.д. и т.п. Я напомню, что на каждый ответ дается 40 дней. И вот вся эта переписка, до того момента, как я дошел до приемной президента, она заняла более года. Сразу же скажу, что с приемной президента, мне, это вот такой вот талмуд уже накопился, вот такой. Мне прислали бумажку, да? Бумажку, в которой это была первая инстанция. Ответ первой инстанции, они просто отксерокопировали, а отправили его мне. Это были вот эти приставы. То есть их ответ, мне сказали, понимаете, да? Вот они мне дали ответ, я стал отталкиваться от этого. Накопилось вот столько макулатуры. И в конечном, последняя инстанция, мне отксерокопировала вот эту бумажку и отправила мне. В 17-е, 18-е, 19-е, 16-е годы, да, людям выдавали жилье, да, у которых, которое признано аварийным. Приходя в мэрию и говоря им, то, что вот, ребят, смотрите, у меня есть ксерокопия документа с подписями людей, которые там работали. То есть акт от 2001 года аж. То есть вы сделали, а мы не можем, мы не можем. Я говорю, а что так, что так, почему вы не можете? А у нас потеряна эта бумажка. А вы теперь вникайте. Все те инстанции, в которые я отдавал все вот эти пакеты документов, да. Первое самое, это решение суда. Это истина. Оно вынесено, не просто так. Она основывалась на документ от 2001 года, который, видите ли, потеряли. Так вот, любой человек, прокуратура, ТДТП, все дальше. Вот не надо вот этого талмута было, да. Просто берешь, читаешь и вопрос, а что за хуйня-то? Ну, что происходит? Так вот, самый интересный ответ мне дали в коридоре прокуратуре. Это была помощница прокурора. Когда я с ней вот так вот по-простому разговаривал, она мне сказала, ну вы же понимаете, где мы живем. И что мы не можем дать вам ответ, который вы говорите. Ну, в принципе, все логично. Мне написали очередную отписку. Самое интересное, я работаю в ЖКХ, а что мне это дает? Это дает мне знакомство с замдиректорами, с директорами, да, которые владеют ситуацией на участке. А какой ситуации они владеют? А все элементарно и просто. Они владеют информацией о тех квартирах, которые в результате смерти человека переходят в мэрии. Так вот, мэрия города Архангельск, она выставляет такие халупы. Знаете, вот комната в квартире, или там в деревне Турдеевска, или еще что-то. Как это вот, блядь, захолусь, а там с кем-то, блядь, туалет прямого падения. Ну, вот за хуйню, блядь. В то же время я, работая в ЖКХ, нужен доступ в квартиры, нет, туда-сюда, а придет представитель мэрии, принесет ключи. Естественно, я постоянно все эти годы смотрел на сайте мэрии, какое жилье они предлагают во исполнение решений суда, чтобы закрыть вопрос с человеком, предоставить ему жилье. Так вот, я скажу следующее. На участке, допустим, ты работаешь там где-то 4, где-то 5 лет, да? И ты, хопа, не было никого. Ну, у мэрии были, да? Да что там у тебя трясется-то? Не было никого, да? И ты приходишь и говоришь, тебе дверь открывают, да? И ты просто интересуешься, а вам мэрия дала? А нет, мы купили. Мы купили. И я знаю все хорошие дома. В каждой компании таких домов полно. В каждой компании в этих домах есть квартиры, принадлежащие муниципалитету. И, естественно, ну, почему бы мне не воспользоваться своим вот этим положением, да? И вот этими знаниями, что эти квартиры есть. В очередной раз я пришел в мэрию, да? Они мне говорят, а у нас нет ничего. Нет ничего, понимаешь? Я говорю, окей. Если я сам найду квартиру, которая есть и числится за вами. Ну, у вас же их нет, но я найду. Вы мне ее отдадите? Нет, нет, мы тебе ее не отдадим. Мы отдадим ее тот, который первый в очереди. Так вот, за эти годы, за место 60-го или 30-го, я стал 300-м. 297-м, т.д. и т.п. Все вот это перееблось в доме яблонских, да? Что-то наобъединяли очередей, т.д. и т.п. И вот, пожалуйста. На сайте мэрии этих квартир, которые по факту есть и их много, они не предоставляются, предоставляются просто уебаные халупы. Да, они мутят. Да, каким-то образом, через какие-то схемы их продают. Даже сейчас, я знаю, на каких домах есть обалденные двух-трехкомнатные с ремонтами совсем, но их никогда не будет в списках предлагаемых людей взамен от решения суда. Никогда. Теперь давайте по фактам. Вот, допустим. Многие скажут, а при чем здесь мэр, да? Ну, там губернатор, ну, мэр пусть будет, да? Он недавно работает, т.д. и т.п. Ну, давайте по чесноку. Вот, к примеру, у вас проблема, которая длится там определенный период времени. Ну, допустим, сейчас на ЖКХ перенесу, там, по года-год, да? Вы недополучаете какой-то услуги, либо они в полном объеме, она вас не устраивает, да? И прихожу на работу я. Придя к вам в квартиру, беседуя с вами, вас устроит такой ответ, то, что, ну, так а я недавно. Я недавно. И вы меня спросите, так мне, что, еще тут год, что ли, ждать? Ну, у вас, извините за выражение, ебет давно я тут или недавно. Берут человека на работу. Он включается в работу для чего? Для того, чтобы решать проблемы людей. Правильно? Правильно. Зачастую мы побочно делаем дохера всякой работы. Ну, к примеру, подходит человек на улицу, ребят, ну, с ЖЭКа, ну, я так грубо говоря, да, вот у меня вот то-то, то-то, не поможете. Ну, понимаешь, что проблема-то наша. Идешь, смотришь, да? То есть, я же не говорю ему, а ты заявку подаем, мы там через неделю, т.д. и т.п. То есть, есть вопрос, возможность решить вопрос на месте, помогаешь. Так вот, те люди, которые работают приставами, и вот вся вот эта остальная, да, то, что над ними там громоздится, они работают не за большие деньги. И вот я когда говорил, что люди оскотинились, да, вот они работают, и вот эта система, она выставлена специально. Они работают за небольшие деньги, за копейки, ну, грубо говоря. Зависть, да, конечно, да, конечно. Самоутверждение за счет другого, да, конечно, конечно, конечно. Унизить, тыкнуть, показать, что ты говно, да, конечно, конечно. Потому что у самих в большинстве случаев нихуя нет. То есть, по факту, человек посажен на это место, ну, изначально, ну, так по логике, да, чтобы решать проблемы, то есть, он нихуя подобно. И вот прокуратура, да, ответ. А так вот у вас же, ну, сами же все понимают. Ну, понимаю. А нахуй ты тут сидишь, блядь, ну, вот с такой же вот этой хуйней. А почему так делается? А потому что своя рубаха ближе к телу. Они никогда не попрут против, там, губеров, мэров. и они с этого ничего не имеют. То есть, мутят одни, а другие, держась за свои, блядь, копейки, да, прикрывают. Является ли это должностным преступлением? Является ли это умышленно? Является ли это невыполнением своих должностных обязанностей, повлекшим то-то, то-то? Вот, допустим, государство у нас ратует за семью. А давайте представим, могут распадаться семьи, вот из-за того, что решение суда мэрии не выполняется, там, блядь, по 20 лет. Да, конечно, могут. Конечно, могут. Не каждая женщина сможет, там, блядь, ну, вот, смело мравь, шалаши, это все хуйня. У меня ситуация другая, но давайте вот выставим, выставим, это именно так. То есть, государство ратует за семью. У меня распалось в результате умышленного вот этого членовредительства, да, вот, неисполнение своих должностных обязанностей, у меня распалась семья. Государство за семью, за семью, но у меня распалось. Я вынужден платить за всякую хуйню в доме, в котором, который признан непригодным для проживания. Я плачу все ЖКХ, всю-то коммуналку, все плачу. Где логика, ребят? Где логика? Понимаете? Вот если отталкиваться от того, как должно быть, да, и даже сейчас, да, но я знаю, какой ответ мне они дадут. Вот по состоянию на девятнадцатый год, да, я приходил и говорил, ну, давайте деньгами решим вопрос, еще что-то. Не дают денег. Почему? А сейчас они мне и нахуй не нужны, потому что настолько все обесценилось, вы понимаете, да, то есть тебе дадут, ты ничего не купишь. То есть будьте любезны предоставить мне жилье. Жилье есть, повторюсь, не отображается на сайте, вот в этом списке, там одни халупы, там пиздец, там смотреть нечем. Ну, ситуация, конечно. и сейчас каждый, да, вот кто ратует за что-либо, вы поставьте себя, вот что-то ситуация случилась именно с вами. То есть, вы потеряли семью, раз, да, вас имеют, душу вашу, все вот эти инстанции, и они спокойны в своей безнаказанности. вот если, здесь другая работа, но вот раньше руководил участками, да, кто отвечает за слесарей? Я. Я брал на себя ответственность? Да, брал. Никто не мог из руководства подойти и начать разговаривать со слесарем, что-то такое, это все решалось через меня. Я владел всей ситуацией, мужики мне не врали. Я знал все. Я отвечал за них. Любой риск, там, при запуске экстремальном, что-то такое, я всегда брал ответственность на себя. Мы делаем, я отвечаю, делать, что говорю. Все. Так вот, здесь-то у нас что получается? Вот у нас на выборах Владимир Владимирович победил, да? Не будем сейчас трогать тему, да, какими способами менялась власть, в той или иной стране, да? Кто ходил, кто не ходил, почему, да? Кто-то верит в выборы, да, кто-то не верит в выборы. Но, тем не менее, мы имеем то, что имеем. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин пошел на очередной срок, да? Так вот, что дает этого для меня? Опять же, да? страна это не участок, да? И всего, конечно, ты же не можешь всего знать и контролировать. Ну, хорошо. Так вот, если учесть, что люди на местах виноваты, да, люди ведь не просто так, да, вот давным-давно, да, давным-давным-давно, вот дали бы мне эту квартиру, да, решился бы вопрос. По-человечески, да? Я, может быть, и не задумывался ни о чем. но так как все было через задницу из низовыражения, с их стороны, ты начинаешь думать, сопоставлять что-то, искать где-то информацию, и делать какие-то выводы на основании того, что у тебя, ну, вот здесь. Обработка информации. Ну, так значит, чиновники на местах, получается, что они воруют, да, у людей. Ну, уж тогда с ними разберутся. Кто-нибудь, ну, пусть разберутся. Это продолжалось, вот, Владимир Владимирович был на посту президента, да, и вот конкретно со мной поступали так. Так, вот сейчас он выбрал, выиграл, да, эти выборы. И вот что я для себя понимаю. А для себя я понимаю то, что еще вот следующие 6 лет все те люди, которые за предыдущее время, да, издевались, ухмылялись, хихикали, да, переворачивали ситуацию с ног на голову, да, хотя повторюсь, из решения суда, это истина. Дать внеочередное, это истина. Основывается, основывается решение суда, его не могут просто так вынести на определенный документ, который мне говорят, мы потеряли. На кого ебет чужое горе. Вы понимаете? Вот эту бумагу принести губернатору, я хотел записаться к губернатору, ну, просто вот так же поговорить, вы знаете, к нему не записаться. там куча каких-то, блядь, человек 20, непонятно каких заместителей, там, они там, они типа там проникнутся, так они ничего себе не представляют, они не нужны. И вот губеру я хотел сказать, что вот ситуация не решается, если я сам найду квартиру, вы мне ее одобрите. Ну, вот просто так. И он бы сказал, ну, к примеру, да. Я бы, блядь, моментально нашел бы себе двушку, блядь, 90-30 серий. Моментально нахуй. Ну, стоит знакомство, стоит связь, ну, вот в сфере ЖКХ. Есть люди, которые, ну, искренне помогли бы. Моментально. Но, к нему на прием попасть нельзя. Так вот, я понимаю, что в ближайшие 6 лет мне ничего не светит. Вот это, это вот я про себя. Мне ничего не светит. Перед выборами искусственно сдерживают все плохое и весь негатив, который предстоит вывалить на людей. Сейчас, после выборов, ну, мы увидим, наверное, то, что, ну, нельзя было озвучивать перед выборами. Это вот я, как простой, да, вот этот гражданин своей страны, который платит налоги, все, да, который лишился семьи, да, который лишился семьи из-за палок в колеса, которые чиновники вытворяют. Да, кстати, вот говорил, на 19-й год, Годзиш такой был у нас, Годзиш, да, а губернатором был Орлов. Вот я писал, с ним переписывался, ответ пришел такой, что, а у нас на этот год запланировано 3 миллиона 200 тысяч на расселение из ветхого жилья. Вы считаете, на 19-й год запланировано 3 миллиона, ну, я, допустим, там 200 какой-то в очереди. Это вообще, ну, нормальное планирование. Вот так и живем. И все эти годы я периодически узнавал, не во всем Архангельске, а на тех участках, где я работал. А много ли квартир на нашем участке принадлежит мэрии? Да их полно, ребят. Только вам за их никто никогда не даст. Теперь вопрос. Если бы у меня работал родственник в прокуратуре, как вы думаете, этот вопрос был бы решен? Ну, я думаю, давным-давно. А если бы у меня родственник работал в мэрии, я тоже думаю, что этот вопрос был бы решен давным-давно. Но так как ты основываясь на законы, да, и вот вы просто вдумаетесь, да, вот ответ, так, а мы его потеряли, а откуда у вас эта бумага? Вот это все стопорило. И ни в 14-м, ни в 16-м, ни в 19-м, нигде. Это вот полное безобразие творится, не предоставлено жилье. Я говорю, так у меня бумага-то о признании, да, вот она, еще от 2001-го, понимаете, да? Они говорят, а у нас-то ее нету. А у них ее нету. И поэтому они сказали, вам нужно заново собрать комиссию за свой счет о признании дома аварийным. Все это происходило при нынешней действующей власти. и эти выборы дают, результат этих выборов дает мне понимание, как я буду жить, да, и как будут отстаиваться мои интересы чиновниками, да, основываясь, вот, ну, то есть справедливость, да, по отношению ко мне, имея, что я имею решение суда и все остальное, в ближайшие шесть лет не светит ничего от слова совсем. В ближайшие шесть лет я уверен, что машины и все остальное подорожают еще в разы. Ну, я в этом просто уверен. Также продукты питания, их качество, топливо и все остальное. Ну, что такое топливо? Топливо подорожало, да, соответственно, подорожала доставка продуктов питания. Правильно? Правильно. Соответственно, и все остальное. Топливо, допустим, в полтора, но ты не думаешь, блядь, огурчики, помидорчики в полтора подорожают. Нет, они подорожают в два, в два с половиной. Поверь мне, потому что, ну, я учился на это на все. Потому что, там еще есть составляющие, от которых зависит цена. Там и налоги, и расходы вбивают, да, статья доходов, расходов, т.д. Поэтому, вот, хотелось бы верить, конечно, да, хотелось бы верить в какую-то справедливость, еще что-то, но я эти умозаключения делаю не на том, что мне говорят, да, там что-то, а по себе. И вот, когда, допустим, я что-то, допустим, где-то там вылетело, про чиновников, еще что-то. И мне говорят, там, гулаг по тебе плачет, еще что-то. Ребят, я рассматриваю, вот, конкретно свою ситуацию. То есть, представьте, вот у меня было бы все хорошо, хорошо, я имею в виду только лишь одно, что со мной государство поступало по закону, по справедливости. то есть, не нарушая никаких моих этих интересов т.д. и т.п. То есть, понимаете, да, о чем? И, что бы я ни говорил, я говорю, это адекватно. У меня есть вся та документация, да, посмотрев, которую, допустим, юристы Санкт-Петербурга, они посмотрели и сказали, а у вас что там там, совсем ебанули, что ли? Говорит, у нас, у нас здесь, если бы это решение не выполнили в течение двух месяцев, чиновники бы нах полетели. Опять же, интересно, да, то есть, вот Санкт-Петербург, люди, которые занимаются такими вопросами, говорят вот такую информацию, что у вас что там за князьки, это вот цитирую, я общался, так вот, какое настроение, да, у жителей той же самой Архангельской области, которых точно так же, как меня, делают дураком, да, должно быть, какие у них должны быть выводы по поводу нашей страны, да, ведь мы живем, я же не знаю, как там закон, в Москве, в Питере, я живу в Архангельске, и мои интересы игнорируются в течение 14, ну там, 13-14 лет, а почему я должен куда-то бежать, кому-то что-то писать, ведь я прихожу на работу, я ведь не жду от кого-то чего-то, я делаю дома для людей, подготавливаю что-то, да, то есть, я вот поставлю сюда, да, мне не надо тыкать, я пролез, посмотрел, так, ага, вот это заменим, вот это сделаем, тут, а, это переделаем, а сюда на обратку насос воткнем, чтобы высасывало, чтобы, знаешь, на пятом этаже не грело, жара, а на первом там, хуй, еле-еле батарея, так, это, 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 тут кольцо пусть, я ведь сам это решаю и делаю, а чиновник-то, блядь, приходя на работу, да, кто-то отслеживает, блядь, эту очередь, кто-то проникается, кто-то разбирается в конкретных вопросах, ведь все это судьбы людей, я надеюсь, я пояснил, почему я могу дать резкий комментарий в том, ну, в то там, о чем-либо, да, особенно, что касается властей и чиновников, я думаю, да, я ничего не придумываю, я рассказываю то, через, через чего мне пришлось пройти, почему я успокоился по этому поводу, да, то, что от них хорошего, ничего не жди, и снеговики за 760 тысяч, то есть, понимаете, на расселение из ветхого жилья выделяют 3 миллиона, да, я не знаю, сколько сейчас, но это можно узнать, 3 миллиона, блядь, а на снеговиков, которые простояли сутки, 760 тысяч, а сколько всего еще того в их расходах, да, в статьях расходов, на себя, на любимых, мы просто не знаем, поэтому говорить, что там плохие, хорошие, я не собираюсь, тут конкретная ситуация, за ней стоят конкретные люди, пристава, прокуроры, т.д. и т.п., и пройдя 8 инстанций, ни у одного, ни у одного чиновника, главный пристав, это генеральный прокурор, и все, вот эта хуйня, не возникло никакой нотки сомнения, все эти ответы лежат у меня, вот, недавно меня вызывали в следственный комитет, пообщался с полковником, он говорит, они охуели, понимаете, дан ход этому всему, ну, по-архангельску, не знаю, что будет, я собираюсь вот этот талмуд весь, там есть фамилия, ответ, т.д. т.п., прикрепить к делу, для того, чтобы преступное вот это неисполнение своих должностных обязанностей, преступное, то есть, как вот меня издевались надо мной, да, мне в принципе насрать, пусть им, понятно, что им никто ничего не сделает, никто ничего, ну, чтобы хотя хер его знает, государственные машины сами знаете, а может, кого-то и привлекут из них, ведь надо четко понимать, то, что там идет просто, не будем говорить распил, нехорошее слово, да, зарабатывание бабла, но вот ты, ебаша, где-либо, да, имея какой-то бизнес, понимаешь, если у тебя будет успешный бизнес, у тебя этого бизнеса не будет, ты должен сводить концы с концами, должен платить налоги и все остальное, вот ты ебашишь, ты тратишь здоровье, а есть то, что достается на халяву, представляешь, ты чиновник, люди, у людей помирают, да, прилетают квартирки, ну, соблазн, соблазн, а давай схемку сделаем нормальную, что-нибудь будем там банчить и вот ты ебашишь, да, а он просто, он кайфует, он пришел в салон, да, крузак 200-ый вышел, пожалуй, возьму, знаешь, и вот это колоссальная разница, да, в возможностях людских, да, и откуда берутся деньги, и что сейчас является успешным человеком, да, вот это понятие и все остальное, ну, вот так вот и есть, понимаете, ты денег, денег не заработаешь, кроме, бля, больной спины, там, геморроя, там, там, сводить концы с канави, ты не заработаешь, блядь, никогда, и какое счастье, да, быть чиновником, работа не надо, бабло само на себя валится, вот и все, я думаю, это и так понятно, да, из того, что сейчас я рассказал, и выводы напрашиваются неоднозначно, и по поводу квартир, которые есть в муниципалитетах, в достаточном количестве, но их никогда не отдадут простым смертам, потому что они продаются, и решение судов для них ничего не значит ноль, ну, есть у тебя решение, есть, ну, пусть оно у тебя лежит, такое ощущение, что они ждут вот это оттягивание вот этим, что ты сдохнешь, да, реально, и вопрос снят, я не знаю, как в другой стране, но у нас конкретно на местах происходит вот именно так, я естественно думаю, что если у нас так происходит, так происходит везде, с позволения, да, каких-то определенных людей и лиц, почему-то вот такое вот складывается мнение, быть может, оно ошибочно, быть может, в Питере эти вопросы решаются вот так, ну, у нас все просто так не решаются, а быть может, потому что Питер город миллионник, и тоже Владимир Владимирович, да, там его поможем, ух ты, блядь, для людей, а у нас еще, блядь, волчий край, ай, насрай, вот такое мнение складывается, но я не думаю, что они специально все делают именно таким образом, да, чтобы настроить большинство думающих людей против действующей власти, ну, то есть, получается, они специально вот так вот с людьми поступают, да, чтобы копилось недовольство соответственно высшими там руководителями страны, но получается так, как получается, и вот оно, вот, пожалуйста, вот и все, подумай, для себя ответь, понятно, что люди злорадствуют, да, зависть, да, а, ну, так и хорошо тебе, ишь там, что захотел, да, я уже ничего не хочу, я просто пояснил за какие-то комментарии, т.д. и т.п., я ничего не придумываю, я вот, за свою ситуацию, выводы, они не то, что неоднозначные, они понятные, да, понятно, где мы живем, чего из себя представляет руководство Архангельской области, т.д. и т.п., вот и все, а я, короче, вот с вами пообщался, одну пятую взял, вот здесь у меня 140 страниц формата А4, появилось немного времени, да, и мы, наверное, уделим немного времени себе, любимому, и начнем изучение материала, потому что скоро экзамены, все в таком роде, всем пока, надеюсь, видос вот такой был нормальный, время 12, все, до 5 часов, я должен все это проштудировать, чтоб от зубов отскакивало, чтоб от зубов отскакивало, во вторник проходной экзамен, дома вторая половина, то есть ознакомиться и выучить необходимо 340 страниц машинописного текста, блин, ладно, вот за это я люблю ЖКХ, да, то есть подел, подел и на саморазвитие время остается, давай, всем удачи, спасибо, что смотрели, пишите комменты, кто что думает.